Встреча с индексом доллара Встреча с индексом доллара Встреча с индексом доллара Это означает, что американский регулятор не только будет воздерживаться от повышения ставок, но может даже их вновь снизить, если это потребуется для стимулирования экономики страны. Фондовые индексы США немного повысятся, а доллар, разумеется, продемонстрирует ослабление. Сильному росту котировок акций помешала слабая отчетность производителя мобильных устройств Apple. Впервые за 13 лет он объявляет о снижении квартальной прибыли, и его котировки упали на 6%. В четверг вышли слабые данные по американскому ВВП за первый квартал текущего года. Его рост оказался минимальным за два года и составил полпроцента. Это способствовало заметному падению фондовых индексов. Для американской валюты дополнительным негативом стало сильное укрепление японской иены, после того, как Банк Японии на своем очередном заседании не утвердил никаких мер по дополнительному смягчению денежной политики. Инвесторы ожидали, что он снизит ставку или увеличит размер эмиссии иены. В пятницу негативная динамика акций и доллара продолжились. Персональные расходы за март, индекс деловой активности PMI в Чикаг за апрель и индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом, оказались хуже прогнозов. В итоге недельное падение индекса в Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq оказалось максимальным за три месяца и составило чуть менее 3%. Акции Apple обвалили за неделю почти на 12%. Это их самое большое снижение с января 2013 года. На текущей неделе главная макроэкономическая информация в США будет опубликована в пятницу. Non-farm payrolls заняты с ней сельскохозяйственным сектором и безработицы за апрель. Прогноз нейтральный. По нашему мнению, возможность данных по рынку труда заключается в том, что они пока остаются позитивными, тогда как остальные показатели американской экономики начинают понемногу демонстрировать сигналы ослабления. В среду в США выйдут торговый баланс, производительность труда, промышленные заказы и ряд менее важных показателей, включая обзор американского рынка труда от независимого агентства EDP. Отметим, что в понедельник консенсус прогноз снижения совокупной прибыли компании из списка S&P 500 в первом квартале был пересмотрен в сторону повышения с минус 5,9%, с минус 7,1%. Это может слегка поддержать котировки акций до публикации очередной порции квартальной отчетности.